тут сейчас все только про это и говорят насколько важно позитивно думать это без сомнения одна из самых важных вещей позитивное мышление но надо же действовать правильно то есть если человек позитивно мыслит но не знает как работает нет не знает правила так сказать дорожного движения то знаете как позитивно мыслящий водитель выезжает на дорогу прям вообще он позитивно мысли настроен на успех но если он выехал в стране с левосторонним с правосторонним движением а он умеет ездить только на правостороннем то лучше бы не выезжал со всем своим позитивным мышлением лучше бы наоборот сидел дома в паранойи и сам же бы остался и люди вокруг живы поэтому надо помимо позитивного мышления изучать как правильно действовать и мы это изучаем всевышний когда сотворял мир он рассказал как все работает и царь сломон нам передал основные основные идеи так двадцать девятая глава двадцать девятая глава сегодня будет пускай урок ну естественно все уроки чтобы война закончилась чтобы вывели все войска с украины и чтобы прямо конкретно в тот же момент заканчивается война мир опять возвращается все как было прекрасно вообще так было хорошо жить 6 рейса в москву было летали все прекрасно все было хорошо из киева только 6 рейса в москву в день хорошо друзья значит нет причины чтобы убивать людей война и так далее все очень должно быть мирно страшные вещи вот смотрите я даже сегодня я сейчас не про войну вообще которая между сейчас идет я вот только что читал в израиле везде писали разыскиваются девочки две девочки маленькие девочки пропали пропали они все ну слава богу сегодня их нашли а что оказалось оказалось что папа и мама которые этих девочек родили они же когда женились они любили друг друга клялись друг другу что будут вместе они были прямо лучшие друзья потом что-то между ними произошло и они стали врагами и теперь суд например сказал что девочек оставить у папы но у них же есть мама девочки любят маму мама любит девочек и мама этих девочек она не согласна была с решением суда забрала себе и папа подал в суд милиция полиция в общем нашли девочек забрали кать у мамы мы видим что даже на микро таком вот уровне до семья люди которые любили друг друга были самые близкие люди родили детей значит и что потом они злейшие враги а кто страдает страдают дети это же травмы какие дети любят папу дети любят маму здесь очень очень мы видим ценность мира мы видим ценность ну ценность мира не надо никому доказывать когда мир все довольны но мы также видим здесь почему люди даже самые близкие муж и жена почему они ссорятся почему они были в мире потом они ссорятся потому что у них не было системы единой системы взаимоотношений выстроена единой системы взаимоотношений и какого-то метода преодоления разногласий потому что маленькие разногласия потом приводят к большим разногласиям а потом люди начинают обижать друг друга и становятся врагами вот это вот то что происходит чаще всего и так двадцать девятая глава двадцать третья отрыва которые сегодня мы разберем то есть в двадцать девятой главе всего отрывков насколько я помню двадцать семь и я так просматривал вот сегодня мы в этом цикле да сегодня мы проучим три отрывка двадцать третий первый отрывок на который давайте обратим внимание сказал нам царь салмон такую вещь интересную гават адам ташпилену значит гордость человека его унижает ляшпилета унизить гордость человека его унижает вешфаль руах а приниженный дух и тьмох кавод он получает почет поддерживает дословно почет ну вообще нелогично вот обычный человек открыл бы мишли до притчи царя салмона двадцать девятая глава до третий отрывок и читает высокомерие человека унижают его смиренный духом получает почет вообще непонятно все вроде бы наоборот высокомерный человек он на такой гордец и такой он важный да приниженный духом он и есть приниженным духом откуда ждут уважение и мало этого в обществе если мы посмотрим я бы не сказал что скромных людей уважают а высокомерных нет не не однозначно все теперь но что такое вы помните в начале мишли в начале притчи царь сам он сказал что я вас научу понимать речи и мрэй бина речи бина это сообразительности или логике значит причина следственной связи он говорит надо посмотреть вглубь давайте посмотрим вглубь не будем смотреть вот так по по первому знаете по первому впечатлению что высокомерные написано о высокомерие человека унижает его мы смотрим вроде не сходится а приниженность она человека наоборот дает ему почет не сходится если мы смотрим на первый слой мы смотрим мы смотрим вглубь да мы смотрим вглубь смотрите вот человек высокомерное что значит он высокомерный он высоко меряет себя он говорит да я вообще прям такое вообще прямо мегая какой-то там да он себя так оценивает теперь и что а где же это она его унижает в этот момент он смотрит вокруг и у него не сходится другие люди не оценивают его так высоко получается что он говорит секундочку люди вы ошибаетесь яс я самый блатной здесь я должен везде проходить без очереди я должен ехать на машине вы должны меня пропускать я должен вы мне все должны вы должны меня уважать вы должны меня ценить а вы меня не цените получается что из-за того что он высокомерно высоко себя оценил то оценка людей она ниже чем его оценка получается что его высокомерие его принижает в глазах других людей. Он недооцененный оказался, он все время униженным себя чувствует. Он говорит вы меня не цените, вы меня не уважаете вы вообще как вы ко мне относитесь я должен сидеть вот тут на переднем месте и так далее то есть получается что он все время себя чувствует униженным а если он себя чувствует униженным то это его очень злит и он с людьми начинает конфликтовать и с собой. Получается высокомерие человека унижает его в своих же глазах, потому что он не ценит Он видит, что другие его не ценят так высоко, как он. А смиренный духом получает почет. Смиренный духом он такой прям думает, вот вообще, как люди меня ценят, как они вообще ошибаются. Они же столько мне делают добра, я же этого всего не достоин даже, да? И он получает почет в своих глазах. Самое же главное не что другие думают про себя, про тебя. Самое главное, что ты думаешь про тебя внутри. Я преподаю ораторское мастерство, и большинство людей боится выступать. Они боятся критики. Откуда ты знаешь, что тебя будут критиковать? Почему ты думаешь, что кто-то будет говорить про тебя плохо? Это очень странно. То есть это же ты думаешь, это в твоей системе координат. Ты людей как бы уже прям заранее, ты еще не выступал. Ты им уже вложил в голову, что ты им не нравишься. И они должны об этом говорить. И обычно человек, который выходит выступать неподготовленный, он говорит, я не готов, вы меня строго не судите, не обессудьте, не судите меня строго. То есть он говорит, я как бы лучше, чем я сейчас выступлю, чем в ваших глазах. Это все вот об этом отрывке. То есть человек, который выходит, и он говорит, мне вообще как бы уже то, что меня позвали, уже отлично. И люди такие хорошие, добрые люди, они наверняка меня оценят больше, чем я есть. То есть у него почета всегда больше. Я вспоминаю историю про одного такого скромного человека, как он по фамилии Козлов. У него была фамилия Козлов. И он домой возвращается как-то, ну приходит домой, живет где-то там в далеком районе, какие-нибудь проездщины там где-нибудь вообще в Тиве или в Москве живет вообще, в Большой Москве, далеко-далеко. И он приезжает в этот свой далекий район, заходит, поднимается на последний этаж 24-этажного или 16-этажного, или 5-этажки, хручевки. Поднимается, так он спокойный, такой веселый, и жене говорит, садится картошечку жареную кушать. И жене говорит, знаешь, вот говорят, что новые русские некультурные, да, что они вот такие вот некультурные. А мне говорит, сегодня один попался на Мерседесе, такой культурный, на вы ко мне обращается. И, значит, вообще остановился, и на вы ко мне. Представляешь, говорит, как они наоборот уважают простого человека. Жена говорит, что-то странно, как на Мерседесе тебя. Он говорит, я тебе говорю, ко мне с почетом, с таким прям с уважением и на вы. Жена говорит, а как было дело? Он говорит, я дорогу перехожу, и тут Мерседес прям притормаживает, я прям случайно перед ним переходил. И какой-то мужчина и выглядывает, и говорит, на вы ко мне, у меня же козлов фамилия, он говорит, для вас, козлов, переходы сделаны. И он ко мне так на вы с почетом, значит, нужна засмеялась тоже, что, но он реально же, как бы человек все внутри переворачивает. И если тот, кто думает, что его недооценивают, он все время будет недооцененным, и, получается, его высокомерие унижает его. Человек, который, как Равицкак, ему задавали вопрос, когда Равицкак Зильбер, и он говорит, надо спросить у Равина. Ему говорят, так вы же Равин. Я Равин. Ну, то есть, он, как бы, очень удивлялся, что он Равин. А один случай был, это вообще, как-то он приехал в Ешиву, в Москву, Турад Хаим. И, значит, там Рош Ешива, Рав Мойши Лебель. И Рав Мойши Лебель в шаббат дается, ну, один человек, он говорит, берет стакан вина, это называется зиму, и говорит, давайте благословим, друзья, давайте благословим. Все говорят, пусть будет имя Бога благословенно Меотава Адулам навечно. Бершут, Рабунан, дальше он говорит, с разрешения Равинов, Господ там и моих друзей, Неварех благословим всесильного Бога нашего, Шахану Мишула, чтобы мы сейчас покушали из его, того, что он нам дал. И все говорят, Барух, Шахану Мишула, и все за столом говорят, благословен, что мы кушали от его доброты, Барух, Шахану Мишула, Тухаина, и добротой его Бога мы живем, мы живы, да? Это такая, как бы, процедура, и потом каждый читает благословение после еды, молитва, благодарственная молитва после еды. Но один тот, который делает этот зимун, который приглашает к молитве, это, ну, такая, дают обычно гостю. И Равыцкак, он был гость тогда, он приехал проводить там лекции. Равыцкак, Зильбер, велите раввин, праведник, все. А Роша Ишива, он дал вот это вот право проводить зимун, он дал кому-то, ну, парню одному, которого тоже звали Ицкак. И он ему говорит, Ицкак, давай. Но к Равзильберу обращались же Равыцкак, надо обращаться. То есть обычный раввин, он бы сказал, а что ты меня называешь по имени, без Рав, там, без, ну, титулов, все. А тот обращался к Ицкаку, парню, одному простой парню, которого звали Ицкак. И этот раввин, он говорит, ну, давай, Ицкак, сделай зимун, ну, как бы пригласи всех к молитве. А Равыцкак, он говорит, работай, аваневарех. Он думал, что ему сказали Ицкак, давай. То есть он не считал, что его надо равом назвать и так далее. Получается, что человек высокомерный, он все время чувствует себя униженным. То есть высокомерие унижает его. А человек, смиренный духом, он все время чувствует, что все отлично, он не чувствует себя униженным. Наоборот, он получает почет, он думает, ну, классно, отлично же, все хорошо в мире. Люди ко мне хорошо относятся, даже лучше, чем я того заслуживаю. Понятно, да? Это вот 23-й отрывок 29-й главы. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Давайте рассмотрим отрывок 25-й. 25-й отрывок, он звучит так. Хардат Адам Итен Мокеш. Значит, Харада. Харада – это тревога человека, делает ему препятствие. Убуте Ах Баашем Исугав. Тот, кто уверен в Боди, он находится под защитой. Давайте разберемся. То есть, мы вчера говорили про страх. Страх – это эмоция, в принципе, вот если посмотреть, в чем смысл страха. Смысл страха – это защита человека от опасности. В момент, когда есть опасность для жизни, у человека возникает эмоция страх, которая выделяет у него в теле адреналин. И этот адреналин дает силу в этот момент, это как такой турборежим, дает силу или убегать, или драться, или если его слишком много, этот адреналин может парализовать человека, что тоже, в принципе, на неком животном уровне для человека хорошо. Это может его спасти от смерти, потому что он лежит парализованный, типа, ну все, мертвый, до свидания. А потом он встал и пошел. То есть, понятно, да, страх – это эмоция, которая вырабатывает у человека адреналин для защиты от смерти. Теперь, с одной стороны, Тора нам говорит, не бойся. Вот, например, вот здесь тревога человека, препятствуй ему, положись на Бога, и это будет тебе защитой. С другой стороны, мы вчера учили только, счастлив человек, мифахет, пугающий себя всегда, вымакши любой, поль бараа, тот, кто ожесточает свое сердце, он упадет, спотнется от зла. Непонятно. Теперь, как я думаю, как это работает? Есть три вида страха. Первый вид страха – это страх инстинктивный, это страх инстинкт самосохранения, который абсолютно нерациональный, который, этот страх, он, он полностью, он просто находится в теле. И если человек видит что-то, фиксирует, что когда-то его испугало и было для него, ну, опасностью, если человек видит что-то, что когда-то его испугало и было для него опасностью, У него включается инстинктивный страх, это травма, например, да, есть посттравматический синдром, например, да, такая есть психологическая болезнь, да, то есть у него была какая-то опасность для жизни, зафиксировалась у него там в нервной системе травма эта, теперь он видит что-то, что хоть приблизительно напоминает то, это как фобия работает. И у него включается вообще неконтролируемая реакция. Интеллектом ты не можешь это контролировать. Это первый вид страха, инстинкт самосохранения. Второй вид страха, он происходит от неправильного, значит, от неправильного мышления, которое человек сам себя пугает, выдумывает, вот эта тревога, страхи все связаны с будущим, паранойя, тревога, панические атаки там и так далее. То есть это неправильная система, неправильная система взаимоотношений с реальностью. То есть обычный человек, который не, у него нет в его системе мира, Бог, душа, вечная жизнь, пришел в этот мир, три рождения, например, очень оптимистическая идея, что у человека нет смерти вообще, есть только три рождения. Все спросят, как? А вот так. Иударин говорит, что у человека есть только три рождения. Первое рождение, душа попадает в сперматозоида, и она в этот мир входит в материальный. Второе рождение, сперматозоид развился в животе, и человек выходит наружу уже сформированным человеком, но еще без программного обеспечения. Это второе рождение. Третье рождение, человек получает программное обеспечение знания о мире, о жизни, мировоззрения, и с помощью выполнения заповедей и взаимодействия с Богом он переносит свое я, свою самоидентификацию, свое персоналити, переносит на уровень своей души. И когда третье рождение, это выход из этого тела в духовный мир, но уже ты персонализированный, и ты выходишь дальше в следующие этапы своего вечного уже существования, уже без тела. Это идея оптимистическая теперь, но человек выбирает, не-не-не, я обезьяна развитая, умру так умру. А что тогда дальше? Не знаю. Когда умру? Не знаю. А что перед смертью будет? Не знаю. Ой, не знаешь, ну бойся. И большинство людей в тревоге, в панике, они не знают, что с ними дальше будет, не за что зацепиться, не за что удержаться. Это вот то, что здесь написано, 29 глава, 25 отрывок. Херда, тревога человека делает ему препятствие. То есть человек, который находится даже в маленьком стрессе, но постоянном стрессе. Это как, попробуйте удержать стакан воды, легкий стакан воды, но удержать его час или два часа. И когда у вас легкий стакан воды в руке, после там 15 минут он уже тяжелый, после 20 минут у вас уже сводит руку, а через 30 минут вы скажете, не могу больше держать. Он же был легкий. Так вот, вот эта вот тревога внутренняя, даже маленького уровня, она выматывает человека до такой степени, что он не может спать, не может есть, не может нормально общаться. Она его изнутри съедает. Теперь, что нам предлагает царь Соломон? У бутеях, баашем и сугав. Тот, кто полагается на Бога, он будет под защитой. Почему на деньгах написано на долларах ингат витраст? В Бога мы именно не верим, потому что верить на английском билиф, а траст доверяем. Вот это вот то, что здесь слово бутеях, это доверяющий Богу. Значит, ингат витраст, то есть мы полагаемся на Бога, Бог всему миру этому дает уже существование. Бог меня вырастил, хоть я спал, хоть не спал, хоть ел, хоть не ел, думал, не думал, дожил до сегодня, дожил. Все, значит, я завтрашний день полагаюсь на Всевышнего. И тогда у человека вообще просто, у него спадает тревога, ему не надо заботиться, откладывать на черный день, думать о черном дне, потерять деньги. И так далее. То есть, понятно, да? Все. Еще раз. Тревога, Хердат, Адам и Тен Мокеш. То есть, тревога человека, внутреннее состояние тревоги, это для него препятствие. Это плохое здоровье, это ужасно. Все. Надеющийся на Бога будет под его защитой. Все. Завтра дадь Бог день, дадь Бог пищу. Мы не знаем, что будет завтра, но если я полагаюсь на Всевышнего, то мне уже сегодня, я в домике. То есть, нет у меня никакой тревоги. Даст Бог день, даст Бог пищу. Теперь отрывок 26. 26 у нас здесь, в 26 отрывке, дается такая модель взаимоотношений с людьми. Значит, говорит нам царь Саламон так. Рабим мивакшим пнеймошель. Многие просят лицо правителя, да? Рабим мивакшим пнеймошель. Умеашем мишпатыш. Но от Бога суть человека. Значит, люди думают, что вот правители какие-то там и так далее, они решают судьбы людей. И ищут они близости к власти мущим. Тора нас учит, нет. Подальше от власть имущих. То есть, власть имущие, это люди очень определенного вида. Они, раз они до власти этой дорвались, даже если они были до этого нормальными людьми, когда они дорвались до власти, все. То есть, власть сносит крышу, она меняет человека. Это другой человек. Тот, которого ты знал в школе, и тот, который сейчас сидит на власти, это два разных человека. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твоя судьба решалась, обращайся к главному, который над всеми правителями, над всеми. Это Бог. И многие ищут, значит, благосклонного лица правителя. Но от Бога судьба человека. Недавно, значит, там мы встречались с друзьями, и там один начал жаловаться, что вот у нас общий был друг, и он сейчас стал там очень при власти, и, мол, к нему не достучаться, ничего. Я ему говорю, ну подумай сам. Понятное дело, что к нему не достучаться, потому что к нему сейчас все стучатся, только чтобы с него что-то получить. И человек, который получает постоянно, то есть, со всех сторон к нему идет толпа, дай, 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 помоги, дай, помоги, дай, помоги. То есть, понятное дело, что у него вырастает вокруг него вот такая вот стена, как бы заслоночка. И я говорю, ну а по-честному тебе зачем он нужен? Тебе же нужен тоже что-то попросить? Ты что, прям, хочешь с ним увидеться, подругу соскучился? То есть, ну это факт. То есть, он на власть поднялся, теперь все хотят с него что-то получить, а он этим пользуется, и, ну как бы, это факт, так работает. Поэтому царь Салмон нам говорит, не надо надеяться, это как он от своего папы царя Давида получил этот вот месседж. Он говорит, царь Давид в Салмах, Аль тыфтыхубен и дивин, не полагайтесь на благодетели. И мы видим сейчас, вот просто если посмотреть, те, кто были при власти, потом вдруг они, оп, исчезают. Все, кто на них полагались, рушатся вместе с ними. На кого надо полагаться? От кого межпад, от кого суд, от кого все события в жизни? От Бога. Все, 29 глава, 26 отрывок. Рабим и вакшим пнеймушель. Многие просят лица правителя, но от Бога суд человека. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы мы в заслугу того, что хорошо поучились, чтобы мы прям помолились. Я сделал в Инстаграме, у меня есть хорошее видео, как вот прямо такой новый алгоритм, как молиться. Первое, нужно помолиться за всех, вот чтобы Бог дал вам силы, ресурсы, деньги, здоровье, чтобы вы могли приносить пользу другим людям. Это первый этап. Второй этап, просить у Всевышнего все, что вам надо от всей души. Третий этап. Третий этап, нужно попросить за других людей помолиться, за конкретных людей. И четвертый этап, это начать делать. Все равно надо начать делать, понимая, что результат от Всевышнего, но делать ты должен делать, это продолжение молитвы. Если ты веришь, что Всевышний даст, значит делай, то есть он тебе даст, но ты должен доказать, что тебе надо, делай. Все, удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал наши молитвы, ваши молитвы, чтобы, сейчас я как раз помолюсь за тех людей, чтобы этот рок был в заслугу. Значит, для полного выздоровления, Хаим бен Ривка Двора, это раз. Лерифуа Шлема Михаль Бацара, это два. И для освобождения от судов, для освобождения от судов, Зейв Бен Лейб, Бен Лариса. Все, всем остальным тоже, чтобы Всевышний услышал вашу молитву и дал вам для вашего блага. Все, удачи, успехов, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok